В связи с утратой доверия, что может означать увольнение командира базы Гуантанамо 29 апреля 2019 года, 22-14 За формулировкой утрата доверия, с которой был снят с должности командующий базой Гуантанамо контр-адмирал Джон Ринг, может скрываться серьезный проступок Об этом заявили опрошенные АТИ-эксперты По их мнению, утечка информации из Гуантанамо невыгодна властям США, в связи с чем реальные причины увольнения не называются При этом американские военные поспешили заявить, что такое решение не повлияет на гуманное обращение с находящимися в тюрьме лицами или на их безопасность Адмирал ВМС США Джон Ринг, глава базы Гуантанамо, был освобожден от должности в связи с утратой доверия Об этом сообщили в штабе Южного командования США, в ведении которого находится тюрьма Также по теме Наперекор предшественнику, Трамп не даст закрыть скандально известную тюрьму Гуантанамо Дональд Трамп подписал закон, запрещающий перевод заключенных из расположенной на кубе тюрьмы Гуантанамо в США и другие страны 27 апреля адмирал ВМС США Крейг Фаллер, командующий Южным командованием ВС США, снял контр-адмирала ВМС США Джона Ринга с поста командующего объединенной оперативной группой Гуантанамо в связи с утратой доверия Приводит телеканал ABC News заявление официального представителя Южного командования ВС США полковника Аманды Азубойки Руководить базой, а значит, и одноименной тюрьмой временно будет заместитель Ринга, бригадный генерал Джон Хаси Смена руководства не скажется на гуманном обращении с заключенными Гуантанамо, обеспечении их защиты и законном содержании их под стражей, добавила представитель командования Она также сообщила, что дисциплинарное расследование в отношении контр-адмирала Ринга было начато в марте и завершилось к середине апреля, после чего результаты расследования были переданы на рассмотрение начальнику Адмиралу Фаллеру С чем было связано расследование и какие проступки совершил адмирал Ринг, не уточняется Уйти в тень Джон Ринг начал свою карьеру в качестве военно-морского летного офицера в 1988 году В разное время он командовал авианосной эскадрильей ВОО 113 Черные Орлы, большим десантным кораблем USS Comstock и флагманским авианосцем USS Nimitz Ринг занял пост командующего объединенной оперативной группой Гуантанамо в апреле прошлого года и, согласно плановой ротации, должен был оставить его в июне этого года Представитель Пентагона сообщила, что он будет временно назначен на другую должность в рядах командования Также по теме Пентагон запретил узникам тюрьмы в Гуантанамо смотреть Американское издание Miami Herald сообщило, что РТ исключен из списка каналов, доступных для просмотра узникам тюрьмы в Гуантанамо Стоит отметить, что для военачальника такого уровня снятие с должности в связи с утратой доверия является серьезным ударом по карьере В США общепринятой формулировкой при завершении задания или увольнении со службы для старших офицеров является справился с отличием Подавляющее большинство командиров завершают свои миссии с отличием Когда они терпят неудачу, мы считаем наших лидеров ответственными за провал, что отражает то значение, которое мы придаем доверию общественности к нашим военным лидерам Отметила представитель командования Аманда Зубойки Формулировка утрата доверия в ВС США выносится офицеру в связи с серьезным проступком Так, в 2018 году в связи с утратой доверия от должности был освобожден командующий военно-воздушной базой корпуса морской пехоты США на Окинаве полковник Марк Капис Под его командованием произошла серия инцидентов с конвертопланами В-22 Оспри В одном из которых погибли три морских пехотинца Кроме того, Капис сам нарушал летные правила и злоупотреблял служебным положением В 2017 году со схожей формулировкой от должности был освобожден командир группы высшего пилотажа ВВС США Thunderbirds Подполковник Джейсон Хёрд Его увольнению также предшествовали два инцидента с самолетами группы В ходе одного из которых был уничтожен самолет стоимостью 29 миллионов долларов Тюрьма в Гуантанамо получила скандальную известность в 2004 году Когда в прессу попала информация о том, что в ней заключенные подвергаются пыткам Также по теме Без суда и следствия Адвокаты узника Гуантанамо подали иск против разработчиков пыток для ЦРУ Адвокаты одного из заключенных тюрмы Гуантанамо подали иск против создателей программы пыток для ЦРУ Абузу Байда находится в В конце 2014 года Комитет по разведке США в своем докладе заявил о злоупотреблениях ЦРУ во времена президентства Джорджа Буша, младшего Тогда власти подтвердили информацию, что агенты спецслужб применяли пытки по отношению к подозреваемым в терроризме Согласно опубликованным документам, после терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ начала применять такие методы ведения допроса Как лишение сна, которое однажды продолжалось 180 часов Инсценировка утопления Угроза убийствам и сексуальным насилием и некоторые другие В отношении предполагаемых террористов Тюрьма Гуантанамо нужна американским спецслужбам и другим правоохранительным органам Поскольку представляет собой место силового дознания Из людей, которые подвергаются пыткам, выбивают информацию Пояснил в разговоре с А.Т. Александра Сафов Мы знаем о тюрьме Гуантанамо благодаря утечке информации в СМИ Но на самом деле подобных мест значительно больше Они представляют собой часть системы американского развитца общества Многие из них имеют право на ведение экстерриториального правосудия Если центры дознания, подобные Гуантанамо, будут располагаться на территории США То нужно будет объяснять американским гражданам их значение Поэтому такие тюрьмы располагаются за пределами США Американские спецслужбы будут их сохранять и охранять Чтобы информация оттуда не попала в прессу, рассказал политолог По словам Асафова, Гуантанамо и подобные учреждения Важный инструмент для функционирования американских спецслужб Поэтому данное учреждение будет продолжать работу Его закрытие или передислокация возможны только в крайнем случае Если внимание СМИ привлечет что-то совсем уже из ряда вон выходящее Отметил эксперт Чувствительный объект Барак Обама обещал закрыть Гуантанамо еще в 2008 году В ходе своей первой президентской кампании Однако Конгресс США не стал ратифицировать его распоряжение И тюрьма продолжила свою работу Администрация Обамы также активно работала Над сокращением количества содержащихся там заключенных На страницу галереи Дональд Трамп неоднократно критиковал своего предшественника За слишком мягкое отношение к врагам США 122 ожесточенных заключенных Выпущенных администрацией Обамы из Гуантанамо Вернулись на поле боя Еще одно кошмарное решение Писал он в своем Twitter В 2017 году Сам Трамп в ходе предвыборной кампании Обещал своим сторонникам заполнить тюрьму плохими парнями А став президентом Заявил, что освобождению заключенных из Гуантанамо нужно положить конец Больше не нужно освобождать из Гуантанамо Они крайне опасные люди И им не должно быть позволено вернуться на поле боя Говорил американский лидер В мае 2017 года Трамп подписал указ о запрете перевода узников Гуантанамо в другие тюрьмы сверхстрогого режима на территории США Фактически продлив работу тюрьмы на Кубе на неопределенный срок Сейчас в тюрьме, по разным данным, содержится около 40 заключенных Трамп будет всячески пытаться возложить всю ответственность за действия США в незаконных тюрьмах на предыдущую администрацию и менять неугодных ему руководителей Считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер Когда правосудие действует на территории США, приходится отвечать на вопросы журналистов Все, что происходит в таких тюрьмах, как Гуантанамо, не должно афишироваться в СМИ Чтобы американское население ничего не знало о совершаемых там преступлениях Поэтому увольнение командующего базой было произведено без подробностей И о его подлинных причинах общественность может так и не узнать, заключил эксперт Продолжение следует...